На прошлой реке мы говорили о том, как нам считать эффективность алгоритмов парадигмы Divide and Conquer. И самое главное, что мы обсудили, это мастер-метод. Мастер-метод. У нас есть алгоритм парадигмы Divide and Conquer. Что-то на коем-то я помню. Как можно представить себе некий абстрактный алгоритм и попробуем описать рекурсивно, сколько действий требуется на его выполнении. То есть мы назовем количество действий в зависимости от длины входных данных t от n. Соответственно, если нам потребуется а умножить на t от n делить на b плюс о большое от n с этой. Что это такое? А. Это количество подзадач, которые возникают на каждом шаге. b. Это коэффициент предъявления входных данных. b. Это коэффициент предъявления входных данных. Ну, например, мы говорили о меж-сорт, да, с ироки слиянием. Мы делили каждый раз вход на два, да. У нас получалось две подзадачи длины в половину от предыдущей, ну, собственно, от рангической задачи. И работа вне рекурса у нас была линейной, просто их промерзли. То есть в случае с меж-сортом, это бы выглядело вот так вот. 2 умножить на t от n пополам плюс от n, да. Понятно, да? Вот. Другой пример, который мы рассматривали в прошлый раз, это была задача длинной арифметики. Что такое длинная арифметика? Когда у нас есть строчки циферок очень длинные, там, по сто, по тысяче, по миллиону циферок. Ну, короче, достаточно длинные, чтобы не влезть ни в один целочисленный тип. Вот. Мы хотим перемножить до таких числа. Соответственно, есть наивное решение перемножить их в столбик, как, значит, в третьем классе, понятно, по символе. Оно дает нам квадратичную сложность. Число длины n, соответственно, n квадратно, потому что мы каждую цифру с каждой должны будем аккуратненько перемножить. Ну, соответственно, было предложено решение в крадильный дивайдинг конкера, а именно разделить каждое циферку, каждое число на 2. И, ну, пусть у нас было число L1, L2, да? Вот, мы представляем L1, как A умножить на 10, пополамбный, плюс B. L2, как C умножить на 10, пополамбный, плюс B. Понятно, да? Почему так получается? Отлично. Соответственно, все это дело представляется в виде A умножить на 10, L1, пополамбный, плюс B. Умножить на C умножить на 10, L1, пополамбный, плюс D. Раскрываем скобочки. И получаем, что нам всего-то надо посчитать вот такую штуку. То есть нам нужно посчитать 4 вот таких вот произведения поменьше, да? То есть каждый раз мы делим пополам входные данные и получаем 4 подзадачи. То есть в случае с произведением, не знаю, это звездочка, мы получаем вот такую формулу. Соответственно, работа снаружи линейная, потому что сложить мы их можем линейно, понятно почему. Точно так же в столбик. Как бы нам не надо каждый из каждой, нам надо сложить только по разрядам. Значит, у нас получается вот такая формула. Ну, для этой формулы уже чуть сложнее посчитать, сколько нам потребуется для алгоритма работы. Для этого, собственно, мастер-метод и предложил. Значит, мастер-метод говорит нам следующее, что мы должны посмотреть на эти отношения вот таких вот двух величин. Да? Соответственно, если они равны, тогда сложность алгоритма будет составлять О от Н в степени С умножить на логарифм по основанию В от Н. Если они, если С больше, чем логарифм, то сложность будет О от Н в степени С. Если меньше, то сложность будет от Н в степени логарифм В от А. Все предыдущее занятие вы старательно доказывали, это теорема и даже доказали. Еще раз повторять не буду. Потом. Применим мастер-метод к нашей задаче про длинную арифметику. Получим, что у нас А это 4, В это 2, значит, С это 1. 1 и логарифм по основанию 2, 4. Но 1, очевидно, меньше. Значит, мы идем по вот этому пути, правильно? Получаем пренеприятнейший факт. В смысле, наоборот, по вот этому пути С у нас меньше. Пренеприятнейший факт, что это у нас получается n в степени логарифма 2 на 4, то бишь, О от Н в квадрат. Короче, ничего мы не выиграли. Понятно, да? Но зато мы придумали, как можно улучшить. А именно нам всего надо вот эту вот чиселку уменьшить. Нам надо сделать, например, не 4 под задачи, а 3. При том, что разделение входных данных, получить как-то так не 4 под задачи, а 3, чтобы была линейная работа снаружи, но при этом было у нас всего 3 произведения. Собственно, задача была, как это сделать. Есть ли какие-нибудь мысли? Давай, думай, думай, думай. У вас. То есть надо когда прибавить длины чистой и получить... Надо... Ну, то есть, собственно, идея в том, что мы взяли и разделили чиселки на две половинки. Можно как бы напрямую вот так вот перемножить их, по такой формуле посчитать 4 произведения, сложить их, получить результат, но, как нам говорит мастер-метод, это нам не даст абсолютно никакого преимущества в скорости работы. Вопрос. Как сделать так, чтобы перемножение было на 4, а 3, при этом получив тот же результат? На уровне. Подсказка состоит в том, что сложение, вычитание и так далее может быть неограниченное количество, потому что они линейные. Все равно n в степени больше 1 это линейный съезд. Ну, на самом деле, все до безумия просто. Заметьте, что нам на самом деле надо посчитать не вот эти 4 числа, правильно? Надо посчитать вот это число, вот это число и вот эту сумму. Так? Давайте мы напрямую посчитаем АС, напрямую посчитаем БД, а еще посчитаем вот такую штуку. Ну, как бы сложить линейно, сложить линейно и умножить. На выходе мы получим АС плюс БС плюс, соответственно, АД плюс БС, ой, плюс БД. Так? Вот эти 2 чиселки мы знаем. Мы знаем вот такую чиселку. Что тебе надо сделать? Что? Нет, нет, нет. Нам надо в итоге узнать вот эти 3 числа, вот эти 2 и вот эту сумму. Вот эти 2 мы знаем, и еще мы посчитали вот такую штуку. Давайте уже заметите, что нам надо сделать. Подставить. В смысле подставить. Но нам надо, нам вот эту вот сумму надо узнать. Мы знаем вот эти вот 2 числа, а надо узнать вот это число. Что надо сделать? Посмотрите внимательно на доску. Вот это вот мы знаем, вот это мы знаем, вот это мы знаем. Хотим узнать АД плюс БС. Маленькая подсказка. Хотим узнать мы вот эту сумму. Да, она идет. Все, все, понятно. Надо из вот этого числа вычесть вот эти два. Вот это сократится, вот это сократится, а останется то, что нам надо. Отлично. Та-да! Что нам это даст по мастер-методу? Мы имеем разбиение на два входных данных и три подзадачи на каждом шаге. Что у нас получается? Ну, формула написана на доске, давайте уже подставим чисел. Ну, у меня что случилось? Какая она получится? У нас есть... С4-3. С4-3, да. Получится от n в степени логарифма по основанию 2 от 3. Получится вот такая чудесная сложность. Эта сложность на самом деле равна... Ну, грубо округлить сверху, можно сказать, что она равна n в степени 1,58. Ну, примерно. Вот, n в степени 1,58 – это реально там сильно лучше, чем у n в квадрате. То есть, в случае, как я уже говорил в прошлый раз, в случае с миллионом, с длиной миллион, это дает нам на 3 порядка улучшения скорости работы в тысячу раз. В случае с миллиардом, соответственно, в 30 тысяч раз. Ну, то есть, это реально очень существенное значение. На больших фронтанах, это прям, да, серьезно-серьезно. Прекрасно. Все понятно? Вообще-вообще. Отлично. По-самому деле, все просто. Чего? По-самому деле, все просто. Да, все это безумие. Просто, вообще, как бы, просто надо это вот один раз понять. Давайте быстренько еще что-нибудь перешаем, там, просто простенько. Может, есть еще пару примерчиков, чтобы поотработать применение этого? Как-то. Давайте, ну, во-первых, дайте абстрактный пример. У нас есть задача, в которой мы разделяем, допустим, на, не знаю, пусть будет на 8 подзадач. Значит, соответственно, задачу каждый раз мы делим, скажем, на 2, точно так же. Но внешняя работа у нас будет кубическая. Какая будет сложность алгоритма? Ну, это очень просто. Все нужное написано на доске. Вот, есть формула, надо, значит, С у нас 3, В у нас 2, А у нас 8. Надо просто подставить формулу. Получить нужно ответ. 4, а, n-куб? Нет. Откуда же n-куб? Так они равны? Не равны. Так. То есть n в кубе на 4 умножить? Нет, не на 4. Логарифм уже n. Здесь n. А, 3 заметно. n. 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 Это переменная, это в длина ходных данных. Но я не знаю. А, тогда это логарифм 2 от n на n в кубе. Отлично. Логарифм от n в кубе умножить на половичный логарифм от n. Именно так. Понятно? Понятно? А в этом случае 9 подзадачи, 3 кайф-центра отделения и значит так же куб наружу. Давайте теперь какую-нибудь настоящую задачу. Давайте матрицу перемножим. Что такое матрица, знаю? Да. Как их умножать, знаю? Я уже не помню. Короче, матрица это вот такая штука. Переворачивать. Я по строке и послушаю. Результат их умножения это матрица, в которой в, соответственно, на месте и жи в и-той строке житом столце стоит вот такое вот произведение. Ой, наоборот. У нас там строчки идут. А, и-т, а-ин, 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 а-в. Вот так, грубо говоря, линейное произведение и-той строчки отсюда, нажитый столбец отсюда. Понятно? Ну, какая сложность, получается, сделать в ступу и без всяких, ну, девайтом конклеров и прочих немедленно чудесных парадигм? Р-квадрат? Чё? Р-квадрат? Нет, конечно. Р-квадрат не получается. Нет, на那 ступени она очень много. На ней ступени она невероятно много. Алгоритм помicia процесс ступени, чаще всего, не нужен вкинце, потому что у нас смыслные изменения входных данных, это будет что-то адское. На самом деле, это в пуре. Почему? Понятно. Потому что там куда-то, да. Размерность и каждый раз счет времени. У нас, получается, надо посчитать n квадрат чисел, для подсчета каждого требуется n действий. Того, n, квадрат, n в кубе. Понятно? Что можно сделать? Как улучшить? Как улучшить? Ну, девайзер-конкер, пока что у нас других инструментов нет. Ну, матрица так просто не на две части не поделить, делим на четыре части. Давайте здесь уже индексами обойдемся. А то я столько... Не знаю. Нам потребуется сделать, на самом деле, восемь выложений. Чтобы получить эти матрицы, получить в итоге произведение двух исходных матриц. Какой получится, какая получится сложность? А то я не хотел это сделать в конце. А то я не хотел это сделать. Снижение одного. Потому что мы хотим... Расслабить на 4 чисел... На n? Нет? Нет. На самом деле n мы здесь делим тоже на 2. В этом вся, так сказать, загадка. n мы делим на 2, потому что как бы размер матрицы у нас n квадрат. Соответственно, разделив ее на 4 части, получается n разделили на 2. Соответственно, имеем в итоге 8 n разделить на 2 плюс в квадрате на выходе из-за того, чтобы поскладывать матрицы. Нас опять подставили. И в салатан в кубе нас опять подставили. И в салатан в кубе и решить эту задачу можно лишь одним способом. Называется Кацануба Матрикс Мультипликейшн. Ровно то же самое, что мы делали для чисел, как для матриц. Выписывать не буду, очень страшно выглядит. Если интересно, можете посмотреть. Салатан самим придумать тоже не предлагаю. Не придумайте. Там совершенно долбанутая получается формула, но на выходе получается от n в квадрате от m2 в логарифме и я немного умыну со смыслом. В степени алгоритма от м2 в логарифме Это, на самом деле, так называемый саб-кубик, то есть, типа, мерит чуть-чуть меньше. Вот кубическая сложность, одно не кубическая, на выходе разница может быть серьезная. Можно вот так же взять и прикинуть алгоритм по основанию 2. Это будет где-то, наверное, 1 из 7, чуть больше, чем 1 из 7. Ой, 2 из 7, спасибо. Вот, ну это там может дать при больших значениях достаточно серьезный прирост. Это все похоже на суперкомпьютерные числа. Ну, какие-то, да, очень большие. Ну, если мы не говорим о каком-нибудь, не знаю, там, матрикс-нете, который считает матрикс миллионных размерностей. Вот, пожалуйста. Ну вот, как один еще из примеров применения мастер-метода в X-VD-Eighton-Compure Pro 1. Стало понятнее, как оно работает, как работает мастер-метод. Так, ну, прекрасно. Ну, в общем, задачи можно придумать себе при великое множество. Любые числа подставляете и считаете, сколько получается. Понятно? Давайте теперь немножко отличаемся от мастер-метода. Это очень простой, очень удобный инструмент для того, чтобы считать сложность темпельных кругов. Алгоритм в D-Eighton-Compure глобально, на самом деле, ну, выигрыша в разработке алгоритма существенного не дает. Потому что он позволяет исключительно отчинить сложность этого самого алгоритма. Но зато дает, может дать по-сказки. Так как, например, с вот этими перемножениями, что мы можем просто посчитать, что у нас получилось. Копитацию уменьшить за счет того, что мы видим перед собой формулу и знаем, какие коэффициенты можно пошевелить. Вот. Теперь давайте решим еще одну задачу в парадигме D-Eighton-Compure. Это будет, наверное, все-таки последняя у нас задача конкретно в этой парадигме. Потому что есть еще достаточно интересный, но там просто мы с вами закопаемся. Если будет интересно, можно, ну, как бы, я могу скинуть просто тексты. Потому что, ну, нам придется разбирать там задачу в 2, а то и 3 версии. Есть такая задача поиска двух ближайших точек на плоскости. То есть у нас есть множество точек. Надо найти самые близкие из них. Ну, понятно, что наивные решения дают нам какую-то различную сложность. Потому что мы просто прибираем все пары точек, которых у нас квадрат, и считаем расстояние между ними, естественно, и сортируем просто находит минимальное. Можно сделать быстрее, можно сделать тоже за n-логарифмами. Ну, вот, если интересно как, могу скинуть. Там достаточно такой нитривиальный магнит. Но тоже, по сути, с разбиением на две части, но там не случайным образом разбиваются, и, как бы, основная сторона доказать, что она вообще работает. Но, собственно, задача, которую мы с вами разберем, у нас есть по-прежнему массивчик чисел. От массивчиков мы сейчас с вами не скоро. Пойдем? Сейчас даже цветригуем, помимо их. Всячески сортировать и так далее. Массивчик чисел. Хотим что сделать? Хотим посчитать число инверсий. Вот там массив. Что такое инверсия? Зовем инверсией следующую штуку. Инверсия это такие числа и и жи, что и меньше жи, но при этом а и т больше, чем жи т. То есть это, если сравнить этот массив с подсортированным по возрастанию, количество пар, которые будут стоять не по порядку. Всего. Каждый элемент, понятно, может участвовать в нескольких таких парах. Например, если мы здесь поставим вот так вот, n, a0. Ну, то есть, предположим, что входной массив был отсортирован, и поменяем и ставим самый маленький и самый большой элемент. Тогда, соответственно, таких пар у нас будет n здесь, n здесь. То есть все вот эти числа будут меньше, чем а0 в одном массиве. Ну, n-1. Значит, получается n-1 пара. И все вот эти числа будут больше, чем an в одном массиве. n-1. Соответственно, получается еще n-1 пара. Получается 2n-2 инверсии. Все остальные числа стоят в правильном порядке. Понятно, да, что такая инверсия? Или непонятно? Если непонятно, то лучше спрашивайте. Пары находятся поблизости или… Нет, это абсолютно любые пары. Это просто… Ну, то есть, вот, все определение. То есть, это просто два числа, которые находятся где-то в массиве, но при этом то, что встретилось в массиве раньше, оказалось больше, чем то, что встретилось позже. Ну, то все. Как будем решать? Задача какая? Посчитать число и вес. Количество посчитать. В разделе. Я предлагаю сначала придумать наивное решение, сказать, сколько оно будет нам стоить, и потом разделить. Почему так имеет смысл делать? Потому что можно начать сразу придумывать там всякие… Прикручивая всякие крутые фичи, а получить на выходе решение, которое будет работать хуже, чем наивное. Вот это каждый элемент братья проверяется. Каждый элемент братья проверяется, правильно. Такая сложность? Катратичная. Катратичная. Именно так. Не люблю катратичную сложность, а люблю n-логарифмами. Как будет делать n-логарифмами? Вот теперь он начинает со слов разделить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Опять-таки, наивный старт Парадиринга Медиланцев конкурс будет поделить на два массива так и решить задачу на каждого из них, а затем посчитать количество инверсий между этими массивами. Именно так. Вот все просто с точностью до. Именно так нам и надо поступить. Внешней работой будет этот подсчет пары между массивами. Именно так. Именно так. То есть мы, по сути, разбиваем каждый раз нашу задачу на два. Соответственно, поделив входные данные на два, то есть мы получаем 2tn пополам. И дальше нам надо посчитать количество инверсий, которые есть между этими двумя массивами. Чтобы получить логарифмическую сложность n логарифм n, нам надо, чтобы работа снаружи была максимум линейной. То есть нам надо, можно назвать это как разделенные инверсии, разрезанные инверсии. Вот посчитать эти инверсии нам надо за линейное время. Иначе мы получим, ну, если мы посчитаем квадратично, как бы это получилось наивно, мы получим тот же самый квадрат на выходе. Это будет бессмысленно. Вопрос. Как же нам так посчитать их линейно? Вот мы знаем, получили, грубо говоря, на выходе, решили задачу, разбили ее на две части. Значит, эта часть вернула нам ответ 3, эта часть вернула нам ответ 4. Все, у нас здесь в руках две части массива. Надо посчитать их инверсии, которые пересекли середину. Интуиция подсказывает, что можно как-то использовать результаты вот этих инверсий в подмастилах для того, чтобы сократить количество операций в определении инверсий между мастилами. Да, кажется, что так можно сделать. Как мы можем это использовать? Не буду вас долго мучить, никак, на самом деле, конечно же, потому что инверсии здесь, инверсии здесь вообще никоим образом не влияют на кроссинверсии. Потому что представим себе две ситуации, что вот в этом массиве все элементы были меньше, чем в этом, да, и при этом здесь они как-то были перемешаны, так что их было 3 инверсия, здесь 4, и потом поменяем их местами. Эти чиселки не изменятся. То есть, ну, да, там, не знаю, сами поменяются местами, то есть здесь могут, например, любые чиселки. Нет, я имел в виду, что, скорее, как-нибудь, допустим, мы нашли одну инверсию между мастилами, и как-то из этого вывести, что у нас есть еще инверсии между ними. Вот, но, не знаю, наскільки не придумывается, как это сделать. Давайте подумаем, на самом деле, подсказка будет следующая. Есть? У нас мысль СИП уже отсортирован? Нет, конечно, если он был отсортирован, у нас не было бы инверсии, в смысле посчитать не было. Но мыслить в очень правильном направлении. Так вот, подсказка будет в том, что есть такое, так сказать, базовейший такой математический метод, называется, свести к задаче, которую мы уже решали. Вот, мы уже очень хорошо умеем что-то сделать вот с такими вот двумя массивами, там, двумя половинками массивов, что-то очень близкое к инверсиям. Ну, собственно, мы уже упомянули, мы умеем их сортировать. Сортировка на каждом шаге мерж сорта, который у нас есть, он дает нам линейное время. То есть, если мы будем помимо того, что считать инверсии, еще параллельно массив сортировать, мы вообще ничего не потеряем. Потому что мы все равно на каждом возврате из рекорсии будем получать O от N, на то, что мы его мержим. То есть, отсортировать его в процессе поиска вот этих инверсий не стоит ничего, если мы хотим линейную схожность. Поэтому, почему нам это не сделать? Вдруг пригодится. Давайте будем на каждом шаге, когда мы получили два результата выполнения подзадач, давайте мы заодно будем их сортировать. Все понятно, что на минимальной подзадаче, когда это по одному элементу, ничего сортировать не надо. Соответственно, количество инверсий у нас 0 будет. Соответственно, чтобы посчитать количество сплит-инверсий, давайте будем их мержить. Мы примержим, между отсортированными массивами можно посчитать количество инверсий уже проще. Потому что, если мы нашли эти мерж-сорки, мы перебираем сначала все числа из одного массива. Ну, мы по-моему же считаем числа из одного массива. Мы сравним их другими. В нашем случае мы при этом смотрим на то, что есть между ними инверсии. Пока нет, мы берем числа из первого массива. Как только мы находимся инверсией, мы ее записываем и начинаем перебирать числа из второго массива. Абсолютно так. То есть количество сплит-инверсий в нашем случае, это будет просто количество перескоков между массивами. Соответственно, если мы сначала вычитали один массив, потом вычитали второй, ни разу не перескочив, дойдя до границы, значит инверсий не было. Соответственно, каждый перескок — это одна инверсия. Помним нашу сорт, да? Мы считаем сначала один, сравнивая каждый раз с головой второго. Если порядок нарушился, значит кладем голову второго, сравним снова с первым. Все помнят, да? Как работает, понятно? Получили вполне себе линейную условность на выходе в рекурсе. То есть, что говорит нам мастер-метод? Мастер-метод говорит нам, что мы получили вот такую вот плотность. И счетов количественной версии. Все понятно? Написать кто-нибудь хочет? Ну ладно, на самом деле на доске писать не обязательно. В принципе, не сторонник такого издевательства, как написание кода на бумажке. Хотя это люди очень любят на собеседованиях делать. В общем, по очень забавной причине смотрят на то, как человек заглядывает в будущее, например, начинает блок кода какой-то открывать. То есть, если он взял, сразу поставил себе скобочки, прикинув, сколько, значит, строчек кода ему потребуется для реализации этого блока, то он, значит, уже проанализировал, что он будет делать и так далее. Вот. На мой взгляд, греться и рисовать. Вот. Так что, закончите, пожалуйста, на компьютере попробуйте. Правда, оно того стоит. Это очень хорошо усиливает понимание, как устроены алгоритмы и так далее. На самом деле, сейчас бы нам с вами перейти к следующей теме, которая называется Random-Based алгоритмы на основе рандомного выбора. Но делать мы этого не будем, потому что вас слишком мало, и если мы сейчас начнем, в следующий раз все равно все заново повторять. А вы не отрасвечествуете нас будет становиться все меньше? Я почти на 100% уверен, что сейчас дело в сессии. Но если в следующий раз нас будет столько же, то мы уже не будем оглядываться. Ну, то есть, один раз хватит. У вас тут было подозрение, что, может быть, дело еще то, что лето? Может быть, то, что лето, а может быть, то, что, не знаю, люди увидели, что здесь гораздо больше математики, чем программирование, и испугались. Хотя нечего бояться, потому что программирование часто больше, чем математики, чем программирование.